Давай, давай! Пять секунд! Всего два месяца прошло с того момента, как хоккеисты молодежного лока подняли над головой суперкубок МХЛ, завершив самый триумфальный сезон в истории команды. И вот отдохнувшие и поднабравшиеся сил чемпионы начинают подготовку к новому сезону, в котором им предстоит защитить свой титул. Еще раз повторяю, не пешком идти, а средний тренд. Понятно, да? Также две группы, после свисточку начали. Молодежь всегда раньше стартовал, чем первая команда. Ну, народу у нас в этом году около 42 человек примерно. Поэтому собрались нормально, ребята все здоровы, и досмотр пошли, в общем-то, все допущены, поэтому будем работать. Первая неделя втягивающая и пока безо льда. Работают двумя группами. Утром бегают в манеже, вечером на базе. Здесь игроки основного состава и хоккеисты в прошлом году, защищавшие цвета юниорской сборной в НХЛ. Настроение у всех хорошее, много шутят и улыбаются. Здесь же на дорожке и те, кому недавно посчастливилось быть выбранными клубами НХЛ на ежегодной церемонии драфта. Олег Сосунов, Артур Каюмов и Егор Коршков. Последний в списке задрафтованных забрался выше всех. Под общим 31 номером нападающего выбрала Торонто. Однако отъезжать за океан 19-летний хоккеист пока не торопится. Приятно, конечно, что выбрали. Звонили с Торонто и предупреждали, что выберут. Но я не думал, что так высоко. У меня сейчас два года с Ярославлем, я их отработаю полностью, а потом уже будем смотреть в будущее, куда и как. Всю пресезонную подготовку Лока проведет дома. Из Ярославля команда будет выезжать только на товарищеские матчи и турниры. Самым серьезным и ответственным из которых станет Кубок мира среди молодежных клубных команд. Он пройдет в конце августа в Нижнекамске и Набережных Чернах. Там попадают игры, когда начинают чемпионат КХЛ, поэтому, скорее всего, мы не увидим тех ребят, которых не хотелось бы. Все-таки они с шестого года постарше с нами за счет их и выиграли, поэтому не знаю, кто будет, но, скорее всего, их не будет, поэтому будем ходить со своими силами. Первые контрольные поединки команда Дмитрия Красоткина проведет в конце июля. Соперником уже по традиции станет Нижегородская «Чайка». Также из плана сыграть со столичной Красной армией и фарм-клубом «Локомотива» из высшей хоккейной лиги «ХК Рязань». Вадимир Летуновский, Денис Сахаров. День в событиях.